представьте ситуацию к вам подходит девушка и говорит за мной следят притворить что мы друзья как бы вы поступили притворился бы что я ее друг со мной такое случилось один раз и мы продолжили с ней общаться так что теперь нам уже не нужно притворяться что мы друзья притворюсь ее другом и зайду с ней в магазин или еще куда-нибудь если за ней реально следят то она сможет оставаться в безопасном общественном месте до тех пор пока и кто-то не поможет или не подвезет а если она мошенница которая хочет увести меня в безлюдное место то у нее этого не выйдет ведь я буду находиться в безопасном общественном месте привет сто лет тебя не видел как дела не желаешь выпить по чашечке кофе другого напитка съесть бургер в зависимости от того какое поблизости есть оживленное заведение о боже мой у тебя новая стрижка дай-ка я тебя с фотою затем включаешь видео на телефоне и снимаешь ее и всех кто за ней стоит перед этим обязательно посмотрите назад вдруг вас пытаются поймать в засаду притворюсь что мы друзья и прослежу чтобы она благополучно добралась до места назначения при этом буду на чеку чтобы самому быть в безопасности у меня было такое однажды всю оставшуюся неделю чувствовал себя бэтменом в 2016 году у нас был небольшой магазинчик в северной части чикаго я тогда еще курил и вот я вышел на перерыв женщина с коляской подходит прямо ко мне хватает меня за руку и шепотом говорит прикинься что ты мой муж за ней на протяжении нескольких кварталов шел хриповый чувак это был хороший район и парень явно замышлял что-то недоброе в итоге я проводил ее до кафе расположенного в нескольких кварталах от того места там ее ждала большая компания друзей она сказала ты довольно крупный парень и выглядишь так будто тебе можно доверять это был лучший комплимент который когда-либо получал от незнакомого человека я почти уверен что тот чел грабил людей каким надо быть уродом чтобы выбрать целью женщину с коляской злоумышленники намеренно выбирают в качестве жертвы людей с маленькими детьми они знают что человек скорее отдаст все что у него есть чем рискнет здоровьем и жизнью своего ребенка я была этой девушкой спасибо человеку который в этот момент обнял меня и громко сказал а я-то думал куда ты пропала ребята ждут нас наверху и спасибо всем кто в комментариях сказал что в такой ситуации у них будет новый друг пусть даже на пять минут а еще спасибо случайному человеку уже из другого случая который шел в полуквартале позади нас и увидел как мы несколько раз тревожно обернулись он помахал нам рукой кивнул а затем перешел улицу но продолжил идти в том же направлении ему не обязательно было этого делать но он понял что нам неспокойно и благодаря такому небольшому жесту с его стороны нам стало спокойнее на душе спасибо ему за внимательность когда мы переходили дорогу на противоположную сторону улицы я кивнула и помахала рукой в знак благодарности и он кивнул в ответ у моего мужа произошел подобный случай к нему подошла юная девушка и сказала привет дядя джон и обняла его он был в байкерской одежде он обнял ее в ответ и спросил как поживают ее родители и так далее затем к ним на своем мотоцикле подъехал его друг и припарковался рядом чувак преследовавший девушку тут же сдриснул все закончилось за минуту я думаю что два страшных байкера конкретно его отпугнули мой муж просто хотел бы чтобы в случае чего кто-нибудь также помог бы нашей дочери со мной такое случалось несколько раз я был с друзьями в баре к нам подошла девушка и сказала эй кто-нибудь из вас может притвориться моим парнем от меня тут один чел никак не отстает мы еще никогда так быстро не переходили в режим спецотряда в мс сценарий девушка попавшая в беду определенно включает какой-то переключатель в мужском мозгу система бей или беги автоматически переходит в режим бей я уверен что это происходит на инстинктивном уровне без необходимости сознательно думать об этом много лет назад в баре ко мне подошла очень пьяная девушка и сказала то же самое я спросил кто к ней пристает но она так и не ответила через пять минут она уже в наглую пыталась почпокаться со мной в баре никакого парня преследовавшего ее не было лол отлично теперь и за мной следят изи подойдите к кому-нибудь еще и попросите его притвориться вашим другом сказав ему что за вами следят теперь у вас целая туса помимо того что я бы притворился ее другом я бы отвел ее в ближайшее общественное место с хорошим освещением другими людьми и попросил помощи у персонала я бы обнял ее и сказал привет сто лет не виделись а потом пошел бы выпить с ней кофе и на всякий случай перепроверь все свои вещи да у меня нихрена нет конечно стоит прикинуться ее другом потому что в лучшем случае за ней реально следит какой-нибудь лошок а ваша предупредительность его отпугнет однако все время держите руки на своих ценных вещах и внимательно следите за окружающей обстановкой дело в том что это обычная тактика когда девушка притворяется испуганной чтобы завести вас в какое-нибудь укромное место и вот уже ее преследователь превращается в ее сообщника и они грабят вас поэтому всегда лучше идти с таким человеком в более людное место предпочтительно в хорошо освещаемый универмаг где есть видеокамеры сожалению именно так убили моего дядю в лос-анджелесе к нему подошла испуганная девочка 12 14 лет и что-то сказала судя по видеозаписи она попросила у него денег или помощи а затем увела его за угол группа подростков 12 16 лет которые проходили посвящение в банду нанесли ему более ста ножевых ранений все это по версии полиции и свидетелей сидевших в очереди замок авто и наблюдавших за происходящим я его почти не знал но произошедшее напрочь убило мою маму так что да первое что приходит в голову помочь человеку но при этом нужно быть внимательным к тому что происходит вокруг схвачу ее и заору я ее поймал пойду с ней в ближайшее кафе или ресторан чтобы там было много людей все это время буду следить за своим имуществом я неравнодушный человек но на улицах парижа такие сценарии частенько разыгрываются с целью обмануть или ограбить вас это случилось со мной и моими друзьями на концерте мы проводили ее до автобуса чтобы она могла сесть и уехать от крипового мудачилы с удовольствием сделаю это снова привет как дела столько лет не виделись после чего я пойду с ней в безопасное общественное место например в кафе и скажу ей что пережду с ней какое-то время пока она не почувствует себя в безопасности или пока ее не заберет друг я сделаю все что ей нужно чтобы она почувствовала себя в безопасности и когда она скажет мне что все в порядке и я могу уйти я уйду я будучи женщиной пошла бы с ней и притворилась бы ее подругой но я бы была очень осторожна потому что это может быть тактическим приемом работорговцев не позволяйте ей вести вас по сомнительным местам не сильно обращайте внимание на преследующего вас парня будьте внимательны ко всему что вас окружает включая людей транспортные средства держите ценные вещи под рукой грустно что даже если человек не врет мне все равно придется быть начеку люди в наше время такие мерзкие я бы отнесся к такому с подозрением потому что я точно не выгляжу дружелюбнее чем тот парень который преследует ее возможно именно по этой причине она и подошла к тебе любой человек на которого упадет ваш глаз по статистике окажется более безопасным вариантом чем тот чей целью вы стали я учила этому своих детей когда возник риск что они случайно потеряются и когда они уже стали ходить куда-то без меня многие люди учат своих детей искать безопасного незнакомца маму с детьми работника магазина полицейского и так далее но я не хотела чтобы мои испуганные или встревоженные дети тратили силы на поиск правильного незнакомца которого могло и не быть поблизости я хотела чтобы они быстро нашли помощь конечно мы говорили о предпочтительных вариантах родители знают как помочь детям у полиции это их долг работники магазинов хорошо знают свой магазин и так далее все это имеет смысл но я также сказала им что большинство людей хорошие ребята которые не откажут в помощи маленьким детям поэтому если какой-то человек покажется им странным они просто должны подойти к кому-то другому и обратиться за помощью я притворюсь ее другом но буду держать руку на кошельке именно пару лет назад я мужчина 30 с небольшим лет шел домой с работы до дома оставалось несколько метров как вдруг меня остановила женщина слегка за 20 и попросила о помощи она сказала что в конце квартала она припарковала машину а прямо за ней встал белый пикап по ее словам это был ее бывший парень и он ее преследовал так что она боялась возвращаться к своей машине одна я не хотя ответил ей ну ладно и пошел с ней по кварталу тут мой сосед через два дома тоже мужчина лет 30 с небольшим случайно выходит со своего крыльца видит меня и говорит здорово чувак как дела а я ему да так помогаю вот одной даме за которой следит какой-то хмырь прогуляешься со мной и мой сосед такой конечно вдруг женщина бросается бежать от нас пикап заводится женщина пробегает мимо своей машины и запрыгивает с пассажирской стороны в пикап и тот уезжает сосед такой что это было а я ему понятия не имею но думаю что ты только что спас меня от чего-то очень плохого не знаю собирались ли они меня ограбить или в чем была их цель но они явно решили что сам по себе я безопасный объект но я плюс мой сосед это уже перебор я рассказал об этом копам но им было все равно так что да в мире есть плохие челы желающие воспользоваться вашей добротой но это не повод отказывать другим людям которые могут попасть в беду просто будьте осторожны кроме того познакомьтесь со своими соседями хотя бы немного пообщайтесь с ними это очень полезно один раз я уже так помог я отнюдь не крупный мужчина и не выгляжу угрожающе но та девушка оказалась в отчаянном положении я садился в машину на улице как вдруг она подошла ко мне и спросила ты куда мы же должны были встретиться здесь после чего она практически силой затащила меня в паб находившийся рядом сначала я решил что она приняла меня за кого-то другого но как только мы оказались внутри она рассказала мне о парне который преследовал ее на протяжении нескольких кварталов мы разговорились и оказалось что у нас много общего мы работаем в одной сфере и даже ходили на один и тот же концерт примерно за полгода до этого свидание переросло в отношения затем в помолвку а потом в брак и двоих детей вот так круто у нас все закрутилось все было классно примерно 6 лет после чего наши отношения окончательно рассыпались я давно ждал этого потому что та искра о которой все говорят стала едва заметной даже детям это было видно мы постарались сделать так чтобы расставание было полюбовным после того как мы все уладили поделили вещи и наконец подписали бумаги она сказала я уверена что этот парень меня больше не преследует спасибо тебе добрый незнакомец изменено ребят я благодарен вам за искреннее сочувствие но я выдумал всю эту историю я думал что фразочка спасибо добрый незнакомец в конце выдаст меня но видимо я оказался убедительнее чем я предполагал походу пора становиться политиком большое спасибо за просмотр в комментариях под видео напиши как бы ты поступил в такой ситуации и не забудь посмотреть на же другие видосы обнял пока а 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 Продолжение следует...